Есть другая проблема, которая тоже немаловажна. В Украине есть какая-то такая иллюзия, что вот если Трамп станет президентом, можно выдержать месяц, а дальше все будет хорошо. Главное переждать. Переждать не получится. Трамп будет мстить. И мстит он будет всем, потому что он считает, что все виноваты в том, что он проиграл. И Европа, и демократы, и республиканцы, часть предателей, и Украина, и многие, и многие другие. Поэтому Трамп будет мстить всем. И ничего хорошего в этом не будет. Поэтому все, которые сидят и говорят, вот хорошо, если Трамп придет, порядок наведет, первое оружие было при Трампе, ничего хорошего не будет. Даже не ждите. Байден тоже еще тот красавчик, он никак не может проснуться. Но тут хотя бы понятно, чего ждать. Видели видео предвыборное с Дональдом Трампом, где он в виде луны закрывает солнце своим силуэтом? Слава богу, нет. Я как-то был сосредоточен на солнце Владимира Путина, который там отправляет всех своих геев на те или иные вечеринки. Видите, нужно теперь еще смотреть на одно солнце. Вы знаете, что Трамп фашист в определенном мире? Потому что если бы он не был фашистом, он бы не пытался бы опереться на ультраправых, на радикальные организации, которые поддерживают, ну скажем так, только белокожее население. Ну он недавно вообще назвал мигрантов животными. Ну вот. Это же тоже такой признак, понимаете, мягкой фашизации. Почему ему так нравится Владимир Путин? Он фашист. Но он фашист, который просто показывает, что вот он любит такую фашистскую риторику, что он поддерживает фашизм во всех его проявлениях. Русский фашизм самый темный, как мы знаем, даже в сравнении с итальянским или с нацизмом. Ну вот и Трампу тоже понравилась эта тема. Будет ее тоже таким образом оприходовать. Ничего удивляться не приходится. Вы знаете, что его команда выпустила план специально на 900 страниц? Вы читать, конечно, это не будете. За вас это сделал я уже. Ничего в этом хорошем плане нет. Но самое ключевое, если посмотреть весь этот кошмар, который там написан, то самое ключевое это то, что Трамп собирается выстраивать абсолютно подотчетную ему линию вертикали от местных органов власти, судов, полиции, прокуратуры, министерств любых различных уровней ведомств от уровня штатов до уровня федеральной власти под себя. И что все эти люди, которые будут у него в команде и вне его команды, они должны любить его и слушаться только его беспрекословно. Там все должно быть выстроено по Дональду Трампу в Америке. Представляете, что будет с Америкой, если все будет выстроено под одного человека? Когда-то Каллигула привез в Сенат лошадь. Представляете, что сделает Дональд Трамп с Американским Сенатом, где правят демократы? Кого он туда привезет? Может быть, Вадимира Путина или его задницу? Какой кошмар вообще. А вы знаете, что происходит? Простите, Леша, ну давайте так, серьезно. Что происходит на этом фоне, пока вот Дональд Трамп и Владимир Путин устраивают эту всю фигню? Например, Ирландия решила, что она признает Палестину независимым государством. Вот представляете, что нужно в современном мире для того, чтобы тебя признали независимым государством? Нужно прийти, убить еврейских детей, изнасиловать женщин, а потом их сжечь. Устроить массовые захоронения, и потом тебе за это дадут независимость. Ну, наверное, это скоро и Путина сделают миротворцы. Может, ему еще Нобелевскую премию мира вручить, за то, что он пришел и сделал с Бучей и со всеми остальными украинскими городами. С Мариуполем и с Харьком. Так, а вы слышали, Александр, что... Да, да. Претензии на Иерусалим появились еще и у России. Один из главных пропагандистов путинских, да, идеологов, как его называют, русского мира, идеологов Путина, Александр Дугин, значит, заявил, что Иерусалим – это русский город. Им будет править, цитирую, русский царь царей, потому что Иерусалим – русский город, это мать городов. Иерусалим будет русским, и если его не... А, Иерусалим будет русским, или его не будет вообще. Конец цитаты. Ну, в целом, можно, конечно, там, да, сейчас позвораствовать, как-то злобно пошутить, но что это за новая, скажем так, такая идея, которая вызрела у Дугина, и которую, как мы знаем, наверняка, как и остальные свои, он будет пытаться интегрировать в голову Владимира Путина. Ой, да не надо там ничего интегрировать, они вообще считают, что Израиль создал Иосиф Сталин, и что Иосиф Сталин из-за того, что у него не было денег, поэтому Америка перебрала на себя все рычаги власти над Израилем. Понимаете, они даже не могут в голове сложить, что вообще Израиль появился первым, и им не нужна никакая Россия, никакой-то не русский город, Иерусалим, а город, который вообще... город всех городов. Ну, у них просто в голове этого ничего нет, они тупые, до мозга костей. Все почему? Потому что Дугин крал работы у Макиндера, у американца, кстати, по-моему, тоже крал. Он же ничего своего у него нет. Откуда вся эта... Дугин украл у него, у Макиндера, а у Дугина украл Арестовича. Вот отсюда и появилась. Там, значит, история суши и океана, а у Арестовича просто этого, какого там, теплого или какого океана. Следующий, кто после Арестовича придет, просто будет теория теплого чего-то, мочи какой-то или еще чего. Понимаете? Вот какой-то кошмар творится. Не надо просто с ними связываться, с этими Дугинами ненормальными. Нет, это, конечно, кошмар. Если говорить на полном серьезе, как это получается, история следующая. Я после того, как началось 7 октября, я делал интервью с полковником Масада по фамилии Леви. И он мне сказал следующее, что, по их данным, российская военная разведка на протяжении года устраивала закрытую связь между Хамасом, между Хазбалой, между иранцами на территории Турции, на территории Стамбула. Эта закрытая связь существовала. Именно поэтому им так удалось обойти Масад, обойти Оман, военную разведку Израиля и устроить то, что они устроили 7 октября. И в этом ничего удивительного нет. Более того, с 15-го года, когда сюда приезжал мой любимый, в кавычках, министр на тот момент иностранных дел, когда это был министром обороны, господин Эвиктор Либерман из Израиля, я уже указывал, что на тот период времени Россия помогает активно палестинцам и передает им вооружение, передает им агентурные данные, передает им все, что только необходимо. Хамас, я имею в виду, конечно же. Вот мы видим результат. Поэтому у них в голове, конечно, одно. Они хотят отомстить Израилю. Отомстить очень жестко, потому что они считают, что Израиль повернулся в сторону, во всяком случае, израильское население от стороны Украины. Они вынуждены играть с Ираном, потому что если они не будут играть с Ираном, откуда они будут получать филистические ракеты и дроны? Им это важно. Ну а в-третьих, что для них самое важное, поддерживать террористов. Глобальный юг для Владимира Путина, это не страны какие-то. Отдельно взятые. Это в первую очередь российские организации, которые они могут использовать. От Талибана и Хамас до Аль-Каиды и ИГИЛ. Как хотите, так и делайте. Если уж мы во второй части нашего разговора о серьезных вещах таких заговорили, я предлагаю напоследок обсудить еще то, что волнует большинство в нашей стране. Это новое готовящееся наступление России, о котором говорил Владимир Зеленский. Вашингтон-Пост публикует информацию о том, что прямо сейчас, в минуту, когда мы с вами разговариваем, в Сибири происходят тренировки для 120 тысяч человек, которых могут бросить, например, на штурм Харькова. Как это, о чем заявляют российские пропагандисты. Но более того, служба внешней разведки оккупантов заявила, что американские ЧВК уже начали вербовать от бывающих сроки в Соединенных Штатах Америки членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в войне. США этим летом планируют отправить в Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей. О чем это может свидетельствовать? Это такая нехватка людей или это специально, допустим, почему именно из латиноамериканских наркокартелей? Чем поможет от тебя несколько сотен головорезов из Южной Америки? Как вы считаете? Я считаю, что то, что говорит на рыжке, нужно воспринимать с точностью наоборот. Скорее всего, это Россия получит колумбийских наемников по одной простой причине, потому что на протяжении многих лет на территории Венесуэлы и на территории ряда других стран действуют российские ЧВКшники, действуют российские представители вагнеровцы, которые инструктируют, например, на территории Венесуэлы, если мы об этом говорим. Тех или иных наемников, которые помогают им вооружением, которые, скорее всего, их уже или используют, или получат. Более того, если мы говорим о таких странах, не очень хороших, с точки зрения развития экономики, человеческого потенциала и вот этих вот картелей, то же больше, чем союзник Путина Куба с ее довольно мощной разведкой на территории латиноамериканского вообще пространства, никто не действует и никто так не вербует хорошо, как кубинская разведка. Поэтому, если что-то и будет на фронте, так это только представители российских ЧВКшников, натренированных там уже, или же тех, которых наймут непосредственно для того, чтобы бросить войну. По поводу Харькова, послушайте, я не хочу спекулировать, но есть один очень интересный момент, который я постоянно тоже задаю нашим зрителям и людям, с которыми я общаюсь во время интервью. А вы уверены, что это будет нападение на Харьков? А быть может, они попытаются их использовать и против стран Балтии? Мы же на самом деле не понимаем до конца, чего хочет Путин. Скорее всего, он хочет не просто напасть на Украину, а он хочет и усилить свои атаки по Украине. И понятно, что он готовит эту волну мобилизации против Украины, против Харькова в том числе, конечно же против Харькова. Но, скорее всего, он попытается еще и напугать страны Европейского Союза. Как сказал мне один недавно украинский дипломат, высокопоставленный, не буду называть сейчас его имени и фамилии, чтобы не обращать человеку жизнь, что если российская армия что-то сделает недалеко от границ Европы, европейцы, скорее всего, поднимут руки. Я думаю, что Путин это тоже хорошо просчитывает. К большому сожалению, они, имея намного лучшие и большие возможности, силы, вооружение, оборонку, технику и технологический потенциал, так трусят, что в конечном счете они действительно просто проиграли за свои трусости. Это, конечно, ужасно. И единственное, что сдерживает, это просто храбрость Украины. Так бы они уже все были под Путиным. Вся Европа.